Всем привет, привет! Это Color of Fantasy Art галерея, и я уже снова улыбаюсь. Я пришла в себя, всё нормально, слава богу. Вот. Ну, прошла операция вроде бы. Пока нельзя сказать успешно, а может не успешно, не знаю. Будет видно потом. Ну вот, три часа меня закончили оперировать, привезли. И я уже в палате, вот сейчас у нас сколько времени? Девять. Вот только-только я в себя пришла, немножко стала говорить. А то я была в полусостоянии, в таком сонном, и говорить я уже не могла. Думала, немножко отойду, потом уже с вами поболтаю. Вот. Всё нормально, всё хорошо. Скажу одно. Вот. Пока, конечно, я ничего не чувствую, чтобы сказать, что-то там поменялось, да. Есть очень сильные боли. Боли есть, да. Но сделали обезболивающее. И вроде бы пока терплю. Ну, больше, наверное, сегодня буду спать. Вот капельницы поставили они, вон они. Капельницы стоят. Вот так. Сегодня немножко мне тяжеловато говорить. Но я потом, как, наверное, завтра уже расскажу вам, что и как. Пока буду спать. Пока-пока. Всё нормально, слава богу. Всех. Всем привет. Всем пока. Я вас люблю. Со мной всё окей. Так что заливки будем делать ещё снова. Пока. Всем привет, привет. Вы на канале Color of Fantasy Art Gallery. С вами я, Диана. И как и обещала, вот сегодня я уже, значит, после операции, я показываюсь вам. Всё окей, всё нормально. Жива. Говорить могу. Вот. Всю ночь пролежала под капельницей. Вот. Но чувствую себя лучше, конечно. Боли есть. Очень сильно болит. Но они делают обезболивающие. Дали мне таблетку обезболивающую. И я, конечно, ну, терпела. Это не такая прям вот адская боль, чтобы не терпеть. Были ещё хуже боли, когда я делала операции. Вот. Но нормально. И вот что хочу сказать. Сама операция была где-то час, наверное. Может быть, больше чуть-чуть. Скорее, час-полтора. Потому что, когда меня повезли в операционную, я только помню одно, что меня трясло очень сильно. Вроде я сильная, вроде я сказала, я не боюсь. А на самом деле я боялась. Вот. Ну, раз улыбаюсь, значит, всё окей. Вот так. Я, значит, меня очень сильно трясло. И когда привезли меня в операционную, значит, я увидела там аппараты такие, большой телевизор. И когда меня положили, было очень холодно почему-то. Я не знаю, почему в этой операционной или я боялась, было очень холодно. Не знаю, мне. Меня трясло, колотило вот так вот прям. Вот. Они меня успокаивали и сказали, не бойся, всё окей, всё нормально. Ну, как всегда. Люди мы такие, что боимся всё равно. И вот. Пока они там меня двигали, передвигали, пока меня всё трясло. И я потом их попросила. Говорю, делайте мне укол, чтобы я уснула. Потому что ваши вот эти всякие передвижения, это ещё больше у меня стресс будет, короче. Вот. Потом они сказали, вы хотите уже сейчас, чтобы уснуть? Я говорю, да. Они мне сделали укол. И дальше я уже, только я помню, что я посмотрела на часы 12.05. Вот в этот момент уже всё. 12.05 они мне сделали укол, и я уснула. Вот так. Дальше уже я ничего, конечно, естественно, не чувствовала, потому что было обезболивание, был сон. Вот. Проснулась я в час двадцать. Это тоже на часах сразу, там часы висят. И когда я уже пришла в себя, это был уже час двадцать. Вот. Где-то, ну, час с лишним была операция, наверное. Вот. Меня переложили на кушетку. Я ещё полежала у них там, немножко подремала. Вот. Вроде такой сильной боли я не чувствовала, видимо, потому что были обезболивающие. Потом привезли меня в палату. Ну, сразу я встала. Ну, мне сказали, что ты можешь встать. Было немножко больно, но я встала. Вот. И что ещё вам сказать? Сказать, что я очень сильно чувствовала боли, этого нельзя. Потому что, наверное, может быть то, что они делали укол, и мне было не так больно. Вот. Но, да, левая сторона очень сильно болит почка. Ну, то, что они делают укол, оно немножко лучше. Ну, как бы терпимо. Я могу сказать терпимо. Не бойтесь. Если вдруг кому-то предстоит вот такая вот, ну, как бы процедура, можете не бояться. Там иногда пишут, что это больно, это страшно. Дальше я ждала, конечно, ещё, ну, как бы думала, может что-то ещё будет там дальше. Потому что, как я прочитала, что когда ты будешь уже идти, когда песок будет сыпаться, или там камни будут падать в этот день, то это будет боль ужасная. Но у меня, я всю ночь лежала под капельницами, ходила несколько раз, значит, там дали мне специальное такое приспособление для того, чтобы они хотели увидеть, упадут ли камни или нет. Но ничего у меня там не упало, как вот врач утром пришёл, проверил и сказал, что нет, ничего нету, пока не упало, но это ничего страшного. Типа надо будет ждать, вот, и оно вполне возможно, дома будешь ходить или как-то там, и оно упадёт. Ничего страшного. Вот как бы в первый день вот ничего не упало. Никаких камней, никаких болей. И даже когда я ходила, ничего не болело нормально. Ну, конечно, двигаться немножко сложновато, потому что всё-таки две дырочки там у меня на спине, вот, где почки. Я не знаю, почему они там эти дырки продырявили мне. Ну, вот, видите, жива, здорова, слава Богу, ну, не знаю, дай Бог, чтобы оно раздробилось. И врач сказал, что два было камня, и мы раздробили, и что это точно, как бы, можешь не переживать. И когда я спросила, а как теперь, если я как почувствую там, и как на анализы сдавать эти камни, он сказал, что, может быть, ты и не почувствуешь. Ну, как бы, это не будет такой боли, когда ты будешь ходить. А так, говорит, нормально. Ну, вот, не знаю, дорогие мои. Скажу вам так, если брать операцию, которую я делала, значит, по-женски или не по-женски, да, мне резали, это было очень сложно. Но, вот, я сегодня встала, вот, сама уже хожу, нормально, немножко есть такая ноющая боль, выпью таблетку, мне сказали, нормально, ну, все, ничего не будет. Вот, так что бояться этой процедуры, я думаю, не надо, это я вот на своем опыте вам говорю, потому что, когда читаешь в интернете, где-то что-то там пугает, у всех, конечно, организм разный, все по-разному. Но я не увидела ничего сложного в этой операции. Страх только тогда, когда ты идешь. А дальше уже, конечно, уже все. И я вам скажу, что, конечно, лучше вот этой надробилке побывать один раз, чем резать, там, ну, резать почку или удалять, там, или еще что-то. Это страшно, конечно. А самое лучшее, чтобы вы не болели никто, и чтобы никому это видео не пригодилось, и дай бог, чтобы никто с этим не сталкивался, и все были здоровы. Вот, это мое желание, это моя мечта, чтобы никто не болел из людей. Вот, я очень-очень буду рада, если никто не будет болеть. Ни мои близкие, ни мои родные, ни друзья, ни подписчики вообще, чтобы это видео никому не пригодилось. Ну, в общем, дорогие, что я хочу сказать, далеко не буду тянуть. Все окей, все нормально. Я выписываюсь уже сегодня домой. Вот, считайте, вчера утром пришла, сегодня утром меня уже выписывают. Вот, сказали, живи как хочешь, ходи как хочешь, ешь что хочешь. Не говорили, что пить надо там 2 литра воды в день, ничего такого мне не сказали. Просто сказали, что двигайся, ходи, не сиди на одном месте. Вот, и все будет окей. Так что, все, всем теперь пока-пока. Я жива, заливками заниматься будем. Я как приеду домой, бог даст, сейчас еще сахар чуть-чуть спущу. Приеду домой и начну делать больше заливок каждый день, потому что я очень-очень скучаю, и правда, я со всеми с вами потом уже увижусь на заливках. Ну, еще, может быть, еще я сейчас вот поснимаю, если себя буду лучше чувствовать, то, значит, поснимаю еще вам в Таиланде что-то тут. Вот, пока мы тут, пока еще, ну, долечиваемся, а дальше уже посмотрим. Я вас очень люблю. Спасибо, что вы болеете за меня, спасибо, что смотрите. Всем-всем-всем пока-пока. Не болейте, главное здоровье, самое главное здоровье. А все остальное придет. Всем пока-пока. До новых заливок, до новых встреч, до новых видео, короче, всем. Я даже прощаться с вами уже не хочу, но пока-пока.